Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 3 ноября. И вот только что я рассказывала вам, называла прям подробно сорта томатов, которые можно дохранить, ну, до Нового года, для длительного хранения. И я вот рассказывала, что вкус у них не очень еще ухудшился, что от них прям пахнет летом. И тут тема следующая, которая вытекает из этой же. Если вам понравился какой-то томат, например, собрали вы семена, и этот год у нас нынче хороший, прекрасный, как я уже говорила, можно семена набрать на 5, 6, 7 лет и более, но где же столько лет хранить семена? Какие создать им условия, чтобы они не испортились, чтобы не потеряли всхожесть? Это очень важная тема. Вот Анна, зритель, задала мне этот вопрос. Я сейчас отвечу вам и расскажу все и о своем личном опыте, и о том, как это принято. Начнем с истории. Когда-то, когда я была еще маленькая, и моя мама с бабушкой занималась огородом, а я просто ходила, наблюдала, ясно, что магазинных семян у нас не было. У нас не было их априори, потому что мы жили в деревне, у людей даже не возникала мысль в голову, где-то покупать семена томатов. Люди делились между собой, из года в год собирали семена, и раньше хранили всегда в бумажных пакетиках. Но для этого бумажные пакетики клеили. Прям мама просила меня из тетради, из использованных, склеивать вот так бока и все. И подписывали. Так длилось много лет. Конечно, сейчас это делать, наверное, никто уже не будет. Это неудобно, но это лишние хлопоты. Особенно вот у меня, если у меня 300 сортов, и с разных годов бывает, что хранятся в архивной коробке, это мне надо сидеть целый месяц, склеить вот эти пакетики разные. Конечно, я этого не делаю. Но люди до сих пор, некоторые считают, что бумажный конвертик, вот этот пакетик, это лучший вариант для хранения семян. Но если вы зайдете в интернет, вы можете прочитать много разных статей, и я сейчас расскажу, чем... А у каждого способа, вот как есть сейчас в целлофановых пакетиках с зип-замком, и у каждого вот этого способа хранения есть свои плюсы и свои минусы. Вот для меня, например, бумажный пакетик не подходит. Также не подходит вариант. Одна из заграниц зрительница написала, что у них какие-то там пакетики воздухопроницаемые для заварки чая. И вот они очень удобные, они в них хранят семена, потому что там, ну как, воздухопроницаемые. Для меня такой способ хранения вот категорически не подходит. Сейчас объясню, почему. Мне нужен пакет именно воздухонепроницаемый, потому что, когда я храню семена дома, ладно, сейчас октябрь, ноябрь, декабрь, у нас влажность воздуха нормальная в доме, мы то печку, всё. Но когда начинается период выращивания рассада, вы понимаете, у меня скеллаж, на скеллаже несколько лотков, там растения, я постоянно их поливаю, какие-то даже опрыскиваю, потому что у нас сухо всё-таки дома, им нужна повышенная влажность. Из-за этого влажность во всём доме у нас повышается. У нас январь, февраль, март, пока я их не выставлю туда на улицу, повышенная влажность воздуха. Иногда откроешь комод, там даже вот пахнет такой, как сыростью и плесенью, потом мы всё это просушиваем. И в таких условиях, конечно, семена могут отсыреть, они же гигроскопичные, они всё равно влагу в себя заберут, они могут заплесневеть, но что самое страшное, семена могут, может проснуться вот от такой повышенной влажности. Короче, они могут так отсыреть, что зародыш этот проснётся и подумают, что его посеяли. Он проснётся, дальше никаких условий, ну как, не будет, конечно, ростка, просто он там, внутри сам зародыш проснётся, а дальше никаких условий для роста не будет, потому что его же никто не будет поливать, он же ещё не посадил, и он засохнет в таком виде, и больше он потеряет схожесть. Всё. Вот самое главное, самое страшное при хранении семян, это разность, вот это колебание температуры, влажности. То есть, если вы храните дома эти томаты, ну, семена томаты, огурцы, хоть что, вы тогда, значит, храните их дома. Но много лет я хранила их и на улице, при минусовых температурах, в сарае, когда я выращивала только для себя и только для выращивания рассады, я не боялась, что что-то у меня там не взойдёт, кого-то я подведу, будет там неплохо, ну как, чуть меньше схожесть. И вот они лежали всю зиму в сарае, при минус 20, при минус 25 даже. Потом я их заносила весной и начинала сеять. Так хранить тоже можно, но только не нужно их много раз за зиму менять им вот эти градусы. Например, лежали они в сарае, минус 25, занесли вы их при плюс 25, подержали неделю, потом вы их опять вынесете на мороз. За эту неделю тоже могут вот такие процессы начаться. Ну, как говорят, что семя начинает пробуждаться. Был мороз-мороз, раз плюс 25. И оно для себя думает, что возможно уже пора, возможно уже весна, и надо немножко как взбодриться и начать просыпаться. И потом, когда вы выносите его на мороз, то вот это самое губительное, когда многократное вот это изменение резкое. Опять же, те семена, которые хранятся на морозе, некоторые специалисты пишут, что это даже полезно, но если они постоянно на морозе, а весной перед посевом вы их выносите, что это дополнительная закалка, стратификация. Короче, я скажу так, я хранила и дома, сейчас храню, хранила и на морозе. Семена все это прекрасно выдерживают. Но главное, нужно их правильно заготовить, и если они у вас будут хорошо просушенные, не влажные, вот как у меня сейчас, я их высушиваю хорошо, потом в воздухонепроницаемый пакетик с зип-замком закрываю все, и уже повышенная влажность воздуха дома, ни почем им. И ни почем им все, они и не пересыхают дальше, так как они не могут засохнуть. Что не скажешь о многолетнем хранении в бумажных пакетиках. Вот в бумажных пакетиках на 3, 4, 5, 6 год, конечно, они засыхают до такой степени, что схожесть уже нужно их стимулировать. А вот в таком, в обыкновенном целлофановом пакетике, ну кто-то не сторонник таких целлофановых пакетиков, я говорю только про себя. Высушиваю хорошо в пакетик, под замочек, и укладываю. Вот здесь вот у меня за дверью купе, там полочки, могут лежать и год, могут лежать и два, когда хорошие семена, и 5, и 7, когда мне нужно, я достаю их и сею. Всхожесть всегда прекрасная. Но каждый должен на своем опыте попробовать, что ему лучше понравится. Может быть, будете клеить бумажные пакетики, может быть, будете использовать вот эти магазинные, что очень удобно сейчас в эти мешочки. Самое главное, не нужно их испытывать вот этими колебаниями, чтобы им было то холодно, то жарко, то опять холодно, то сухо, то влажно, потом опять сухо. Должно быть все постоянное. Вот вы их положили, пусть будет постоянная температура, пусть будет постоянная влажность, и тогда они пролежат много-много лет. Все, до свидания. Там уже внук бьется, хочет забежать сюда. Сегодня выходной, у меня внук в гостях не дает вообще ничего делать.